Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Получение Святаго Ему Златоустого. Некоторые не верят тем надеждам, какие обещаны нам в вечности. Говорят, кто пришел оттуда и возвестил, что там есть? Правда, из людей никто не приходил, но Бог открыл сие, который более всех достоин нашей веры. Но ты не видишь, что там, а Бога разве видишь? Однако, уже ли потому, что не видишь, скажешь, что нет Бога? Напрасно скажешь, я очень верю, что Бог есть. Но если кто-нибудь из неверных спросит тебя, а кто приходил с неба и возвестил тебе сие, что ты будешь отвечать ему? Откуда ты узнал, что Бог есть? Из вещей отвечаешь видимых, из благоустройства, какое усматриваем во всем творении, и из того, что это всем известно. А если так, то с такой же верой приими слово о суде. Как же ты скажешь? А вот как. Я буду тебя спрашивать, а ты отвечай мне. Правосуден ли сей Бог, в которого ты веруешь, и каждому ли воздает по заслугам? Или, напротив, он хочет, чтобы злые благоденствовали, веселились, а добрые страдали? Никак отвечаешь, ибо и человек сего не потерпит. Где же будут наслаждаться благами добродетельно здесь пожившие? Где и злые получат наказание, если не будет воздаяния? Но чтобы ты яснее мог видеть сие из примера, то вот пример богатого и Лазаря. Первый, наслаждался благами настоящей жизни, а второй, предвкушением благ будущих. Уже ли ты думаешь, что одно и то же есть вечно терпеть мучения и в короткое время претерпеть голод? Уже ли все равно? Терпеть болезни в тленном теле и в нетленном страшно мучиться в пламени. Будь увенчанным и торжествовать в бессмертной жизни за кратковременную болезнь всей жизни и мучиться там без конца за кратковременное наслаждение земными удовольствиями. Да и кто бы почел все это за одно и то же? Чего же еще хочешь? Того ли, чтобы мы показали качество и количество того и другого? Суд Божий и определение Божие о том и о другом. Но доколе будешь говорить слова, приличные только тем, кои подобны жукам, ничего более не знающим, разве копаться в навозе? Ибо разумным людям не свойственно губить за ничто столь драгоценную душу, тогда как мало того, надобно потрудиться, чтобы получить небо. Если хочешь, я и с другой стороны докажу тебе, что будет страшный суд по смерти. Отверзи двери твоей совести и возри на судью, сидящего в твоей душе. Если ты, будучи себе любив, осуждаешь себя самого и не терпишь, чтобы другие произносили неправедный суд, не гораздо ли более Бог попечется в своем правосудии и беспристрастно произнесет суд о всем? Или он оставит все на произвол без внимания? Но кто отважится сказать сие? Никто. Напротив, с нашим мнением согласны и эллины, и варвары, стихотворцы, и философы, и вообще весь род человеческий. Хотя и не все в равной мере, ибо все допускают некоторого рода судилище в Ааде. Так это для всех ясно и несомненно. Но скажут, для чего же здесь не наказывает Бог? Для того, чтобы показать свое долготерпение и через покаяние доставить нам спасение, чтобы через то не истребить совершенно нашего рода и чтобы не лишить спасения тех, которые через перемену порочной жизни на лучшую могут еще спастись. Если бы он неукоснительно наказывал каждого за грехи его, то как бы спасся Павел? Как бы Петр, все верховные учители вселенной, как бы Давид через покаяние получил спасение, как бы получили спасение галатяне и многие другие? Посему-то он не всех наказывает здесь, но и всех только некоторых, и не всех там. Но одного наказывает здесь, а другого там. Чтобы здесь, наказывая одних и не наказывая других, через то возбудить от усыпления греховного и самих бесчувственных, и заставить их ожидать будущего наказания. Уже ли ты не знаешь, что многие наказываются и здесь? Например, те, кои погреблены были под развалиновой башней, Лука 13,4, или те, коих кровь пилат смешался с жертвами, стих 1, той же главы, или те из Каринфин, кои умирали внезапную смертью за то, что недостойно причастялись святых тайн, также фараон, или те из Иудеев, кои побиты были некогда варварами, и многие другие, как тогда, так и ныне, и всегда, а другие, хотя и много нагрешили, но умерли, и не получив здесь наказания, как, например, он и богач, живший во дне Лазаря, и многие другие. Так поступает Господь для того, чтобы возбудить веру в тех, кои не верят будущему, но живут беспечно. Но если мы будем во зло употреблять его долготерпение, то придет время, когда он нисколько уже не потерпит, но тотчас накажет. Из девятой беседы на второе послание Каринфина. Аминь. КОНЕЦ